так давайте тогда попробуем познакомиться мне зовут галки никита следующий слайд естественно у меня будет слайд пиара поднимите пожалуйста руки кто бэкенд разработчики пишут на ноде или на чем-то типа неё да хорошо мой любимый вопрос а кто пишет фронт-энд хорошо а кто не пишет ни бэкенд ни фронт-энд есть такие только только получается девушки отлично ребят для того чтобы попробовать сделать этот доклад поинтереснее я буду проводить аналоги между модой и девушкой потому что мы все после обеда хотим посидеть отдохнуть давайте добавим немножко фана надеюсь вы будете подключаться и да что микрофон отлично я надеюсь что вы будете включаться и помогать мне когда мы будем искать аналогии между девушками и но джет поехали и так собственно говоря пару слов обо мне я всегда немного стесняюсь на этом слайде потому что он должен быть но чем занимаюсь я я собственно последние несколько лет при попадаю в компании в тот момент когда нужно разбери монолитное приложение чтобы она работала быстрее и для этого убирается микросервисный подход чаще всего я это делаю непосредственно но джейс несколько лет назад для этого были попытки использовать laravel но как правило обычно laravel создает еще один монолит доклады которые можно найти в интернете приведены на этом слайде на них можно кликнуть кстати сама вся презентация сейчас доступна по ссылочке галк.ин одной из лучших моих инвестиций я купил себе такой домен очень короткий и так давайте собственно говоря поговорим о нот джейс и зачем этот доклад на текущий момент если мы посмотрим требования к нот джейс разработчику то они весьма высоки мы хотим чтобы у него были отличные соц скиллы чтобы у него был английский хотя бы на уровне чтобы он мог прочитать документацию в идеале если он сможет еще сам поговорить с клиентом чтобы менеджер чтобы у него была мотивация учить новые технологии потому что но джейс развивается но очень быстро чтобы он умел работать в команде при этом еще идеально если он будет адекватный естественно мы хотим чтобы у него были еще и хард скиллы чтобы он мог сделать какой-нибудь легкий фронт-энд или даже в идеале мобайл аппликейшн чтобы можно было покликать а что же он собственно говоря сделал в этом невидимом фронт-экэнде он должен знать базы данных он должен уметь это задебывать и так далее и так далее как вы видите на этом слайде нет ни слова о том чтобы он знал javascript или нот джейс то есть требования к нот джейс разработчику на самом деле такие же точно как к любому пакент разработчику в том числе и джава разработчикам именно поэтому сейчас на рынке интересная ситуация нот джейс синьер получает столько же сколько получает джава скрипт ой прошу прощения джава анфимир это действительно парадоксально потому что на самом деле для того чтобы ты получил плашку джава синьера для нужно чтобы у тебя было вот такое вот себе 10 лет разработки иначе тебе никто даже разговаривать не будет если вы хотите узнать более подробно об этом найдите в кулуарах николая алименкова он отлично вам это расскажет вот он в конце концов у нас джава архитектор то есть получается с одной стороны опыта меньше с другой стороны зарплаты такие же при этом часть там переходит из фронт-энда технологии быстро меняются и фактически рекрутеры вынуждены нанимать людей у которых нету продакшен опыта именно для того чтобы этот продакшен опыт пошарить поделиться с вами этот доклад и есть в каком формате будет этот доклад у нас будет 5 примеров из продакшена скажем так 5 факапов каждый раз будет описываться ситуация в которой но джесс использовался причем именно на сервере что произошло и как сделать чтобы этой ситуации у вас ваших проектов уважаемые синьер но джесс разработчики но если не сейчас в будущем чтобы у вас этого не повторялось при этом я хотел бы ввести следующее ограничение мы считаем что но джесс мы используем не как силу то есть это небо пак который локально запускает это тоже но джесс приложение мы говорим сейчас именно о бэкэнд использование но джесс это не бэкэнд и это именно продакшен то есть это не где-то у вас на локал хосте который увидел только вы и ваш менеджер которому показали на своей машине а это где-то реально за диплом для того чтобы это уже добавить немножко фана давайте попробуем привести аналогии для каждой из этих строчек но нода это девушка но первый пример это реально ваша девушка не ваша служанка нормальная аналогия работает имеет место нажать если это не его с лямбда но это понятно что это не девушка на одну ночь не так что вы запустили на 30 секунд ваш но джесс процесс и забыли если это работает в продакшене но это наверное тогда ваша официальная девушка с которой вы куда-то выходите а не где-то ее прячете у себя в кладовке я не стендапер я только учусь попробуем итак первый кейс let's pack our application что произошло компания это распределенная компания в которой есть главный продуктовый офис есть индусы которые занимаются тестированием есть разработчики из украины сам проект это проект на котором есть устройство сервачок такой небольшой который работает в локальной сети при этом доступ в интернет у него может есть а может и не будет наше требование нам нужно обновлять у него прошивку и иметь эту возможность делать в том числе оффлайн хотел бы уточнить что это требование залетело как обычно от продуктов нора в последний момент занимался но джесс человек который отлично разбирается в джаваскрипте имеет отличный опыт в фронтэнде и поэтому он говорит а давайте используем для этого вебпак ну но джесс приложение поставили все модули запаковали получился архивчик пангу вот сделаем это вебпак а никто пока не чувствует никакого подвоха чувствует не работает участие клиентов то есть это пошло в продакшен реально пошла прошивка но при этом тут же пошли звонки от клиентов вы знаете я обновился на вашу прошивку но у меня не работает почему потому что есть ряд устройств которые используют одну и ту же прошивку но при этом они реально сделаны на разных процессах немножко теории у нас существует при скрипты например при стал пост и стал именно в этой части у нас происходит установка зависимости когда например ставите протрактор именно в пост и стали протрактора изменения путают память именно там у вас будет установка фантом джесс то есть во время после стало у вас происходит установка всех зависимостей которые зависят от вашей операционной системы от версии вашего но джесс от архитектуры вашего cpu поэтому сказать что вы можете спокойно запаковать вашу папку not models и передащить это на другой компьютер вы не можете что происходит нужно делать пилд под каждое конкретное устройство иначе у вас работать не будет именно так и решили то есть достаточно быстро исправили вот этот небольшой факап давайте попробуем сделать аналогию для того чтобы лучше запомнить этот кейс нбм инсталл представьте себе как конфетно-цветочный период то есть что произошло если человек который решил запаковать свою папку решил сделать а давайте возьмем и конфетно-цветочный период распространим на каждый случай каждая девушка это индивидуальность каждая операционная система это индивидуально если вы сможете склонировать полностью среду все будет работать отлично но в этой компании где индусы тестировали только на одном типе девушек с индийской культурой все прошло нормально а вот в американском варианте с другим процессором с другой девушкой потому почему-то утверждение священная корова не работает бифштексы из нее с удовольствием едят это был первый случай второй случай когда нам нужно доставить данные есть большая продуктовая компания происходит поиск и выдача сложных данных при этом с юай пришло предложение а давайте поменяем структуру запроса нам нужны данные в другом виде продуктовно поставил задачу чтобы у нас теперь выдавалось больше данных вот они были в другой структуре говорит юай я не правы но при этом шаги шаги запроса выглядят таким образом у нас есть юай неважно на чем пускай на ангуаре первым дальше у нас есть engines который все это проксирует на несколько наших пастеризированных нот после этого обращается в solar solar это такая enterprise штука в которую вы можете закидывать мегабайтами ваши сложно структурированные документы и они будут индексироваться по сути движок от гугла в миниатюре работает это все счастье на джаве сложно поддерживается и естественно что то пошло не так классическая ситуация тормозит при этом хотел бы сказать что вот в этих вот конкретно условиях но джейс аппликейшн пишут фронтенд разработчики потому что они для бизнеса получаются дешевле solar обслуживают джава разработчики которые сидят где-то в германии получают побольше зарплату чем украинские разработчики ну и в результате пускай но джейс специалисты все и решает это у них тормозит мы предоставляем просто данные мы не хотим вникать никакие вопросы связанные с ноды связанные с я я хочет другую структуру данных все то что я сейчас описал у нас есть на слайде давайте дальше давайте но джейс будет не только менять структуру ответов но еще и кешировать ответ но отличное решение правильно вот подходит но давайте посмотрим вглубь что там происходило уай хочет маленький ответ максимум 10 100 килобайт данных если там нужно очень-очень джейс считает эти запросы динамически кешировать их считать не считает нужно но так получается 2 все поступили но джейс получает от solar ответ в 3 мегабайта и он должен за один проход этот ответ урезать и преобразовать из одного формата другой при этом на секундочку данные приходили из доллара не формате джейсон а формате xml кто испытывал эту боль трансформировать xml объект в джейсон понимает какая-то нагрузка идет на ноту которую мы ожидаем что она будет обработать быстро то что мы не будем блочить event loop а именно это и происходило у нас нагружается cpu у нас не преобразовываются как-то этот процесс преобразования не разбивается с нокстиком и другими вещами которые на самом деле в продакшене могут работать но это на самом деле грязная теория теория итак у нас нода по своей природе это одинопроцессорная вещь то есть вы должны работать с event loop очень аккуратно и не блочить его для того чтобы это отслеживать есть отличный модуль блок кроме того если вы используете pm2 в вашем продакшене вы в любой момент можете посмотреть статус вашего процесса и посмотреть какая же у вас средняя за последние пять минут если я не ошибаюсь задержка по вашему конкретному процессу это очень удобно вы можете видеть если у вас event loop блочится например на полсекунды в среднем то это значит что у вас реально грузится брос или вы используете какую-то синхронную операцию это плохой код как решилась вопрос во первых solar начал отдавать данные в джейсоне во вторых он начал отдавать их сразу в той же структуре как это нужно engine начал кешировать все таки запросы вот но джейс просто проксировал вот нода лучше всего для этого и происходит ой-ой-ой мне покажет что у меня 10 минут я буду ускоряться аналогия если вы площадь ее в отслоп заставляете девушку думать не делайте это следующий кейс где мои данные типичный случай когда программисты умудряются как-то потерять данные важные для бизнеса почему это вообще вышло использовался rabbitmq для того чтобы нормально считается вообще или нет но тут слева паблишер справа консюмер посредине rabbitmq которая получает от паблишера в exchange данные о каком-то новом событии и соответственно сохраняет это в очередь получилось и так что после передиплоя новой версии сабскрайбера или консюмера это синоним в данном случае было потеряно 16000 ивентов 16000 транзакций в системе почему потому что очередь на базе rabbitmq была динамическая и создавалась под каждый инстанс микросервиса отдельно это очевидно неправильно то есть проблему когда люди посмотрели разобрались и сказали вот в этом проблема так делать нельзя но на самом деле проблема я считаю что она глубже дело все в том что но джейс разработчики когда разрабатывают не думают как будут выключаться их приложения придя из мира php ну я писал на таком языке вот нет потому что это тоже опыт так вот получается так что мы привыкли в мире там php например то что наш процесс умрет или когда вы пишете под лямбду для авс там тоже ваш процесс должен умирать но джейс крутится и в тот момент когда вы его запускаете вы думаете вам нужно коннект в базе данных и так далее и так далее но вы не думаете как это будет выключаться чаще всего мы думаем о том что мы выключить можем вот так если пришел сигнал на выключение делаем процент если проводить аналогию при общении с девушками то вы в тот момент когда вас зазвонил телефон вы говорите все пока и уходите навсегда отличный подход то есть в следующий раз когда вы захотите с этой же девушкой увидеться то есть наибольшей вероятностью когда вы придете к ней через две недели и вы корректно не попрощались ваши отношения просто не стартуют нужно корректно прощаться поэтому вот такой вот вариант у вас тоже на самом деле не пройдет потому что здесь написано вот в топ хендлере написано сервер клоус проводит экзит сервер клоус это пример типичной асинхронной операции вам нужно корректно дождаться когда вы скажете дорогая мне нужно идти вы не разворачиваете и тут же уходите а вы объясняете ей почему вы дождаетесь обработки асинхронной операции в 90-х был отличный сериал друзья я его сейчас пересматриваю там есть кумир наверное молодежи 90-х джои который имел бешеную популярность у девушек когда его друг Чендлер должен был прощаться с о май гад вы помните наверное этого персонажа как же ее звали? Дженис вот когда нужно Чендлеру было в первом сезоне попрощаться с Дженис и он хотел как же мне с ней разорвать отношения вот это вот был совет от Джои и он отлично работает на самом деле с Node.js почему? потому что в тот момент когда вы начинаете думать как стартануть приложение подумайте как вы будете заканчивать если вы возьмете и проследите все соединения которые у вас есть если вы сохраните все таймеры и интервалы и провесите обработку на сигтер или любой другой из тех сигналов который может быть отправлен вашим девоксом чтобы завершить предложение то Node.js как умная девушка когда не будет никаких ни интервалов, ни таймаутов ни входящих соединений она сама закончит вам нужно будет просто прописать влог на события OnExit то что ваше приложение закончило вашу работу то есть что мы делаем все предстоящие договоренности о свиданиях мы их выключаем почистили все наши сет таймауты все интервалы мы оборвали все связи из разряда то что мы вместе ходим играть в теннис вот и да, еще нужно поставить обработчик событий если слишком долго девушка будет говорить ну как же так, мы же только начали встречаться то через какой-то таймаут нам нужно будет жестко оборвать иначе это затянется слишком надолго и ваш девокс в вашем Node.js приложении скажет ты выключаешься на протяжении 15 секунд под нашей договоренности это только полторы секунды выключая свой процесс корректно ну понятно что брачный контракт сейчас наверное девушки в зале меня хейтят за это но по сути именно это вам нужно сделать в тот момент когда вы стартуете ваше Node.js приложение итак вот это вот вот этот вот пример на самом деле получилось так что с выходом NPM 5 перестал быть актуальным это реальная проблема которая была в продакшене когда после того как Node.js сервер в одной мобайл компании был обновлен он перестал работать причем как старая версия так и новая что же произошло отсутствовал шинфрап то есть строгий список зависимостей которые должны быть установлены в NPM 5 по умолчанию у вас создается package log и четко прописывается версии ваших библиотек которые должны быть использованы раньше в четвертой в третьей версии NPM для этого служил шинфрап который нужно было ручками каждый раз обновлять с NPM 5 который идет в комплекте с восьмой нодой этой проблемы нет какого-то вывода или каких-то аналогий наверное строить тут не стоит просто поймите что в мире Node.js и javascript скорость развития идет просто бешеная то есть полтора месяца назад я считал что это будет валидный и интересный пример сейчас он уже просто бессмысленно но при условии что вы начинаете использовать NPM 5 а не сидите на legacy Node.js 4 версии или еще боже упаси 0.10 еще один пример mongodb is down у вас упала mongo маленькая аутсорсинговая компания и e-commerce проект то есть это даже e-commerce стартап они хотят чтобы это было сделано быстро и дешево поэтому есть только окружение локальное и продакшен на продакшене упала mongo провели постмортом что такое постмортом это один из скрам ритуалов которые если у вас что-то пошло не так вы сразу же разбираетесь чините и получаете опыт чтобы это не повторялось по вот этой вот ссылочке есть отличный доклад Юрия с PM нет не PM прошу прощения с нет с PM субботы от Frameworks Day за апрель прошлого года рекомендую просмотру всем тиблидам омкиллер это процесс который убивает приложение если на серваке слишком мало памяти и есть риск что сама операционная система не сможет продолжить свою работу ну в ноде было дело но в какой-то из разов получилось что досталось непосредственно самой mongo db которая здесь вообще не придала если проводить аналогию то вот нода когда она есть слишком много памяти я когда пытался построить аналогию я думал то что девушка ну пережрала немножко мне объяснили что так говорить не стоит и сказали то что у девушки слишком много вещей и они не помещаются в квартиру так вот представьте себе то что владелец квартиры время от времени приходит смотрит то что происходит в квартире и говорит девушке собирая свои манатки с манатками на выход после этого вот вы как PM2 а вы звоните дорогая бери свою зубную щетку и приезжай но только зубную щетку она приезжает и все повторяется по новой вещи появляются из ее квартиры может быть они появляются с распродаж но все происходит снова и снова и тут в какой-то момент что-то пошло не так и хозяин квартиры зашел и сказал о вот этот вот шкаф с документами важными документами вы кидаете нафиг то у тут места нет куда мне нужно сюда взять поставить вот этот вот фиг вот это вот реально произошло на самом деле то что было принято решение давайте возьмем сервер побольше давайте квартиру побольше а девушка по-прежнему каждые выходные ездит на распродаже и у нее уже 15 туфли а с новой квартирой их будет 30 добавил мониторинг каждый раз когда будет приходить хозяин и что-то говорить выкинуть мы будем получать постфактумом сообщение более того мы еще дебаг запустим для ноды то есть нода будет стартовать на продаж в дебаг режиме супер то есть каждый раз когда девушка приезжает с распродажей она влог записывает под запись появились новые туфли чтобы потом через две недели смогли посмотреть а что же собственно говоря там добавлялось ну и дождемся когда снова нам предложат девушку выкинуть из квартиры отлично работает ну то есть вот это вот решение вот так без аналогии выглядит вроде правильно а с аналогией уже что-то идет не так в любых отношениях даже если это у вас девушка теперь она джейс нужно разговаривать используйте дебаг что вообще такое дебаг во-первых ноды мы можем запустить с флагом inspect и тогда вы сможете к ней приканетиться отличным тулом из хрома и посмотреть что же там происходит сделать снапшот памяти и понять что же пошло не так очень часто люди думают что для того чтобы получить доступ к Node.js аппликейшн в режиме дебаг нужно ее перезапустить это не так вам нужен доступ на сервер и вы можете отправить сигнал для этого приложения то есть конкретно kill айтишник процесса его бит и сигнал сигьюсер 1 не 2 потому что иначе вы убьете они на сигьюсер 1 вы сможете переконектиться уже к работающему приложению в котором у вас будет утечка вашей памяти или у вас будет идти что-то не так и при необходимости разобраться что-то там или поправить да кстати вот эта вот вещь еще позволяет вам поработать в режиме хакера то есть вы можете не рестарт а процесс подправить что-то там какие-то важные значения но это уже из dark side отношений аналогия дебаг он продакшн поговорите прямо здесь и сейчас о той проблеме которую вы испытываете выводы endpayment стал важным не забывайте про конфет на цветочный период используйте дебаг разговаривать разговаривать ну и пишите тесты об этом был мой прошлый доклад на primors date знаете как вы будете заканчивать потому что рано или поздно вам придется заканчивать поэтому лучший вариант это конечно в отношении к девушке написать наследство на нее вот но не дай бог придется пользоваться брачным контрактом избегайте эвантных блокировок не нужно чтобы ваши девушки думали и естественно учите но джейсы любите ваших девушек у меня все у меня все о вопрос отлично да вопросов много аналогии все таки работают благодарю за доклад вопрос такой вот насчет npm install то есть если я правильно понимаю то вариант когда билдится все на одном каком-то ну билд сервере и потом просто распихивается на продакшн сервера уже никак то есть на каждом из них типа надо заново сбилдить в том случае если ты будешь доставлять свой артефакт как докер имидж тогда тебе не нужно ничего делать если же ты собираешься доставлять не докеризированный пакет скажем так а где уже все проинсталлено ты должен быть уверен что твой билд сервер и твой продакшн сервер они идентичны вот именно это и было сделано то есть билдилась на нескольких билд машинах аналогичные тем серверам которые использовались у клиента на вот этот вот embedded сервер то есть если докер то в принципе с этим проблем не будет ну естественно ты доставляешь не только твоим артефактом является не только твой node.js аппликейшн ну в целом процесс который он проинсталил на все что необходимо понятно спасибо что что а ты знаешь докладные расходы на то чтобы маленьком сервачке чтобы туда поставить еще и докер были несопоставимы с тому что нам позволил архитектор вот этого сервера проще было просто доставить вот этот вот код который делал только одно дай мне пожалуйста веб морду чтобы я мог поклацать какие-то линии постройки можно какой-то практический пример про третий boom graceful shutdown я просто тоже заморачивался но потом просто взял закрыл и посмотрел в монге там в эластике в редисе в rabbit и везде соединение оно успешно оно все теряется его нету то есть окей ты хочешь какой-то корректный пример когда тебе действительно нужен graceful shutdown ну представь себе ситуацию когда ты используешь например phantom.js веб-драйвер вот для того чтобы сделать какой-то скриншот у тебя в том случае если ты не будешь корректно завершать у тебя эти сессии будут оставаться висеть в памяти вот кроме того если у тебя используют коннекшен с базой данных и у тебя остались незакрытые транзакции тогда эта ответственность уже будет базой данных закрыть транзакции она может быть настроена так что она не закрывает транзакции и ты в какой-то момент упираешься в лимит открытых транзакций и у тебя будет висеть нода вместо того чтобы иметь там доступ например к сотне транзакций одновременно открытых у тебя осталось уже 99 и она будет по одной транзакции имеет смысл ну использую график лошаддаун вопрос вот вы упомянули сингьюзер 1 как его отключить на всякий случай вложочек или заглушка какая-то отличный вопрос к сожалению я не нашел ответа на него потому что реальность такова что обработка входящего вот этого сигнала происходит на уровне любив то есть обертки на V8 вот то есть нужно смотреть этот код непосредственно в любив вот этой вот связке в Cc и вот мне что-то показывает что не будут это отключать по одной простой причине потому что если у вас нода к процессу ноды имеет доступ злоумышленник то он может выключить а не только взять и запустить ее в дабах режим но люди скорее всего будут даже если вы заведете это ищи отнесутся к ней с минимальным минимальным приоритетом пожалуйста спасибо за доклад у меня вопрос такой ты упомянул восьмую ноду да и пятый npm то есть вы реально сразу обновляете до последней ноды на проде ну то есть ты приводил пример и говоришь что с выходом новой ноды и пятого npm то есть нету проблем то есть сейчас в пятом npm много людей жалуются на package log там много проблем с dev dependency и с обычными dependency то есть проблема с этим и можно было для четвертого npm юзать yarn нет ну такой вопрос сейчас секундочку я дойду до этого слайда значит смотри во первых какой момент с package локом есть такие же точно проблемы как shame фрапом эта проблема вызвана тем что когда ты на своей машине ставишь у тебя добавляются еще зависимости прописываются которые относятся к категории ос-специфик вот такие вот зависимости нужно ставить как опциональные зависимости это нужно на самом деле отслеживать если у тебя нормальный CI процесс построен и ты понимаешь что происходит тогда ты будешь это ставить на самом деле без этой фичи у тебя однозначно не будет репетабилити и на package log file люди жалуются не потому что он плохой а потому что они не умеют с ним работать весь этот доклад я хочу добавить там в наш комьюнити украинское чтобы люди понимали те проблемы которые их будут ждать в продакшен и были готовы к ним с выходом npm 5 я считаю что эта проблема не такая острая и у тебя был там такой хороший продуктивный вопрос как я тебе задавал вчера вот мое мнение что на текущий момент во-первых острота спадает и не явно задан вопрос стоит ли переходить на npm 5 на ноду 8 я считаю что да потому что там не только package log file но там async await наиболее удобный из вариантов для того чтобы сейчас писать асинхронный код он поддерживается нативно ноды мы сейчас уже начинаем использовать восьмую ноду в нашем продакшене но мы имеем право это делать вот нам не нужно для этого опрова от клиента поэтому поэтому как-то так спасибо а насть если можно дайди пожалуйста сюда потому что человек один из первых поднимал руку давайте сейчас давай тут но чтобы ты не сказал это последний вопрос хорошо хорошо спасибо за презентацию очень яркий аллегорий насчет продакшена мне кажется тут еще немножко не хватает такой штуки как кластеризация в общем то она а ты хотел провести аналогию по пластеризации да товарищ не я хотел попросить аллегорию я скажу тогда за тебя одно слово гарем ну да вот как как подружиться с этим гаремом чтобы он как бы не сильно подожди вопрос мы продолжаем говорить о ноде ну как бы да хорошо как бы да так в чем вопрос ну допустим вот была такая ситуация что реалтайм приложение большое количество данных кластеризация на 10-20 нод так и все по веб сокету подожди а как ты кластеризируешь веб сокет через лонд-балансер и эластикл лонд-балансер окей ребят смотрите какая ситуация я сейчас приведу с русского на русский и уберу немножко технической специфики ноду можно кластеризировать то есть сделать чтобы у вас было несколько запущенных процессов которые параллельно обрабатывают запрос а при этом для того чтобы мы могли гарантировать что мы можем это сделать наш но джейс аппликейшн не должен хранить статик данных то есть он не должен хранить что-то особенное привязанное непосредственно к этому процессу веб сокет который имеет входящий запрос от клиента по своей природе не являя не дает тебе возможность сделать что-то стейтлес у тебя будет коннекшен с клиентом и коннекшен с базой данных которые у всех одинаково идут я предлагаю этот вопрос обсудить в кулуарах если окей спасибо и последний вопрос а потом вы сможете все обсудить на кофе-брейке с никитой кому что интересно девушек девушек да и девушек тоже а там был секретный доклад о нем завтра будут рассказывать там человек говорит что он будет про бабки рассказывать возможно он еще сможет ответить вопрос по этому поводу как-то это вещи связаны мне кажется спасибо у меня такой большой практический вопрос есть ли какие-то может посоветуйте какие-то инструменты для того чтобы как-то не знаю может быть легче следить за всеми этими колбеками и открытыми открытыми задачами которые идут или все ручками смотри если я правильно понимаю ты сейчас имеешь в виду в контексте непосредственно aggressive shutdown верно отлично то есть смотрите господа в том случае если у вас есть много задач вот то фактически ты имеешь в виду set interval или set timeout вот то конкретно потушить такую вещь в том месте где вы их стартуете там же предполагается что вы инициализируете метод который позволит вам это все потушить дальше если мы говорим о коннекшенах и об включении вот этих вот я тебе перезвонил то вам нужно на самом деле иметь этот доступ в одном месте я для этого стараюсь использовать bootstrap файл в котором у меня каждый из баундерей границ моего приложения где у меня connect идет чтобы у меня там был метод и нет метод close это асинхронные по своей природе вещи естественно когда у меня идет выключение я ожидаю то что у меня дождется выполнение всех таймеров вот и всех соответственно коннекшенов к другим вещам вот при необходимости подходи на кофе-брейке я покажу пример кода спасибо большое никита всех приглашаем на кофе-брейке спасибо